Еще недавно ветераны СВО выполняли боевые задачи, а сегодня уже осваивают гражданские профессии. Нанимать на работу комиссованных по ранению бойцов решил индивидуальный предприниматель и полковник запаса Вадим Чижиков. Его предприятие специализируется на ремонте, техническом обслуживании и переоборудовании автомобилей. Коллектив насчитывает сейчас 10 человек. Большинство сотрудников являются участниками боевых действий. А конкретно это участниками специальной военной операции на Украине, бывшие наши военнослужащие морские пехотицы. Я считаю очень важным работа с военнослужащими по прибытию из таких вот командировок. Ну и по прибытию к нам ребята многое рассказывают. Я как старший товарищ помогаю им каким-то своим советом. В конце концов прослужил тоже немало, больше 30 лет календарей. Вот. И ну стараемся все вот эти вот наболевшие вопросы, проблемные вопросы решать. Я со своей стороны всегда оказываю и готов оказать посильную помощь. В цехе губернатор Приморья пообщался со всеми сотрудниками и узнал, нужна ли помощь закупкой станков и оборудования. Одной из центральных тем беседы стала мера поддержки, которую ранее ввели в Крае по поручению Олега Кожемяка. Бессловно, это тот хороший пример, когда через фонд защитников отечества, через ту службу занятости, значит, ветераны получают работы, находят себя, социализируются. Мы со своей стороны предприятия, которые более 70% у себя имеют ветеранов СОО, будем соотносить к той льготной категории, которые также будут получать доплату к основному окладу, значит, Краевого правительства 30 тысяч рублей. Кроме того, мы поможем таким предприятиям микрозаймами, поможем приобретении оборудования, с тем, чтобы это был пример и для других. В Приморье развернута большая работа по оказанию помощи в трудоустройстве и социальной адаптации, переобучении, психологической и юридической поддержке ветеранам специальной военной операции. Тот период, в который они находились в зоне специальной военной операции, немножко выпали из гражданской жизни. Соответственно, вопросы об их трудоустройстве, мы же понимаем, должны уложиться на фонд защитников отечественного правительства Приморского края. Поэтому Олегом Николаевичем Кожемяковым разработан ряд мер, и совместно с фондом защитника отечественного мы начинаем формировать ярмарку вакансий, то есть рабочие места, которые создаются на предприятиях Приморского края, и, соответственно, мы работаем с бизнесом, где они создают рабочие места для наших ребят. Наш фонд очень ответственно подходит к этому вопросу по возвращению наших боевых товарищей в мирную жизнь. И на площадке нашего филиала фонда защитников отечества Приморского края, совместно с правительством Приморского края, в лице Олега Николаевича Кожемяка, Министерством труда, Центра занятости населения, Министерства образования. 17 июня 2024 года будет проходить форум вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей. И для чего это нужно? Когда наши бойцы, боевые товарищи возвращаются, и есть такие моменты, когда не могут они устроиться в том-то или ином направлении, им необходимо переобучиться, научиться чему-то новому. И вот как раз созданы вот эти вот площадки, куда они могут смело приходить, узнавать, и в дальнейшем идти по тому направлению, где им интересно будет. Узнать обо всех вакансиях и побеседовать с работодателями ветераны СВО могут на специальных ярмарках 17 и 28 июня. Кроме того, желающие могут обратиться в удобное время в центры занятости, которые работают во всех муниципалитетах края. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.